Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя городная азбука. 2 марта. Вот сегодня, когда я вынесла томаты, я сказала вам, что расскажу о том, как я поливаю томаты, когда я их выношу на прогулку, вот в придомовую теплицу, но не важно куда. Многие выносят на веранду, на застекленную, в теплице, которая в огороде. Там у нас немножко другие уже режимы полива. И когда я говорила про закаливание рассады, я сказала, что выносить вот в теплицу, например, в открытый грунт или куда-то в такие условия, где солнышко, где уже тепловато, жарковато, поливать нужно по-другому. И здесь я уже не боюсь перелить, но так как все-таки это считается у меня как улица, придомовая теплица. Здесь я вот утром вынесла, сейчас я их все обильно полила, то есть я их поливаю до полного смачивания вот этого земляного кома. Я вот так наливаю полный стаканчик, она сейчас, вода уйдет, лишнее стечет в дренажное отверстие, видите, стаканчики пересушенные, вынесла из дома, дома очень жарко, здесь они хотя бы отдохнут от жары, вот этой от изнуряющей. И тут очень удобно мне, я могу здесь их спрыснуть немножко, сделать опрыскивание такое профилактическое, полить. И о поливе хочу рассказать поподробнее. Смотрите, во-первых, напомню еще раз, что когда вы начинаете закаливание или выносить на улицу с сухим грунтом ни в коем случае нельзя рассаду оставлять, для нее это будет очень тяжело, нужно обязательно, чтобы грунт был мокрый. Я поливаю всегда бледно-розовым раствором марганцовки. И тут хочу сделать такое лирическое отступление, потому что сейчас очень-очень-очень многие блогеры начинают говорить, что марганцовка, она не действует, не действует, даже там опыта показывают и все. Но спросите у старых огородников, я еще раз повторю про это и буду говорить каждый раз, многие годами пользуются только марганцовки и в результате этого получают чистую, без различных грибковых заболеваний рассаду. И все мамочки Советского Союза, вот от самого-самого, наверное, от послевоенных лет и до Горбачева, все помнят, что нам детей, врачи с высшим образованием, с медицинским, рекомендовали мыть новорожденных детей после роддома в слабом растворе марганцовки, потому что он все-таки дезинфицирует, он обеззараживает. И нужно очень с опаской относиться к высказываниям некоторых блогеров, которые говорят, марганцовка, она не действует, это бесполезно, и потом как бы невзначай добавляют. Но есть вот такие прекрасные средства современные, которые вы можете купить в нашем интернет-магазине, заказать по интернету, то-то, то-то, то-то. Когда человек отговаривает вас от дешевого традиционного средства и тут же рекомендует какое-то современное, более затратное и может быть и хорошее, то относитесь к этим предложениям, ну как, с осторожностью. Скорее всего, это маркетинговый ход, скорее всего, именно продвижение вот этого интернет-магазина, именно увеличение продаж вот этих новых современных средств. У кого нет лишних денег, можете пользоваться марганцовкой, посоветуйтесь вот с соседями, с какими-то старожилами своими, и вы узнаете, что многие люди пользуются с успехом этим средством, и все. Ну, конечно, у кого есть деньги на современные средства, можно и современные. Как разводить, сейчас скажу. Вот смотрите, раствор слабо-слабо-слабо, вот прям еле-еле видимый. Если капнуть, ну вот у меня одной рука занята, не могу, если капнуть этого раствора в ладонь, вот так вот капните в ладонь, вы увидите, что она совсем прозрачная. В ведре может показаться, что оно ярче. Сейчас покажу. Когда раствор для полива находится в ведре, то из-за большого объема воды он может показаться более ярким. У меня вот проверочная. Когда берешь воду в пригоршню, видите, видно, что она почти не окрашена. То есть прям минимальный-минимальный-минимальный бледно-розовый цвет. Вот такой. Бутылочки. Он выглядит вот таким бледно-розовым. Вот таким раствором я поливаю. Как разводить? Я несколько гранул, вот этих кристалликов, марканцовки, развожу в пол-литровой банке. Получается такой ярко-ярко-бордовый раствор. И когда наливаю воду в ведро, понемножку добавляю. Добавила там чуть-чуть. Размешала? Мало. Добавила еще чуть-чуть. Размешала? Нормально. Тут главное не переуседствовать. И тут не работает такой принцип, что чем больше, тем лучше. Нужно именно немножко. Но благодаря таким поливам... Вот смотрите. Когда у меня спрашивают, применяю я привикур второй раз или не применяю. Я всегда говорю, что я привикур применяю только при посеве, потому что даже для меня это средство дороговатое. Оно, во-первых, и дороговатое, и дефицитное. И весь остальной путь мои томаты идут рука об руку с марканцовкой. То есть слабо-слабо розовый. Чуть-чуть. Чуть-чуть прям такой розовый раствор марканцовки. И никогда, никаких плесеней, никаких гнилей. Уж по крайней мере, если у вас плесень появится вот здесь в стаканчиках, марканцовка точно ее убьет. Я уже проверена это на себе. Ну вот, это все, что я хотела сказать о поливе. Когда выношу на улице полив усиливаю, я вот сейчас прям полила досыта. Вот они прям, которые были сухие, они прям вот так... Прям хрустела аж земля. Я их полила досыта. Один раз прошлась, понемножку полила. Потом еще раз контрольный полив. Еще раз полила, чтобы весь земляной ком был смочен. Сейчас посмотрю, еще не весь, наверное. Ну тут некоторые еще не весь. Сейчас еще добавлю. И все. Со слабым раствором марканцовки. Так они у меня стоят весь день. Уже капает. Может быть, вы слышите? Как будто дождик. Короче, уже капает. Стоило мне сегодня утром попросить весну. Тут же пришла весна. Сразу выглядело солнце, сразу тепло. Вот теперь мы будем с утра до вечера, с 10, с 11 утра до 4 вечера жить здесь, в придомовой теплице. Я буду работать с землей, сторожить их, чтобы они тут, не дай бог, не стало жарко или холодно. Как только солнце зайдет и будет холодно, я буду быстренько-быстренько перетаскивать их домой. Все, до свидания. Начинается таскотня. Но таскаюсь за весну, но зато получу здоровую, крепкую рассаду. Такую, на которую вот смотришь и говоришь, ой, какой ты хорошенький, толстенький. Так бы тебя и съел. Продолжение следует...